всем привет это проект что круче на канале cops will show где никакой воды только факты а выводы в итоге делать вам мы лишь делаем картину понятнее и ближе каждому и в этом выпуске сравним для вас xiaomi mi 11 pro и xiaomi mi 11 ultra оба устройства являются пыли и водонепроницаемыми водостойкие устройства защищены от проникновения воды например от мощных водяных струй но не при погружении в воду а также они оснащены дополнительной изоляцией для предотвращения повреждений от пыли дождя и водяных брызг по весу как вы видите тяжелее xiaomi mi 11 ultra на 26 грамм считается что меньший вес лучше потому что более легкие устройства удобнее переносить меньший вес также является преимуществом для бытовой техники поскольку транспортировка становится удобнее а также для многих других видов продукции по толщине почти одинаковы 8,5 миллиметра против 8,4 миллиметра более тонкая рамка лучше потому что она делает продукт более компактным и портативным ширина представляет горизонтальный размер продукта по ширине оба смартфона одинаковы по 74,6 миллиметра у xiaomi mi 11 pro xiaomi mi 11 ultra то что обеспечивает легкую маневренность высота у обоих смартфонов она равна 164,3 миллиметра стоит заметить что плотность пикселей у них тоже одинакова и составляет 515 пикселей на дюйм более высокая плотность пикселей приводит к большей четкости и ясности изображений отображаемых на экране что улучшает качество просмотра у xiaomi mi 11 pro xiaomi mi 11 ultra разрешение составляет 1440 на 3200 пикселей чем больше размер экрана тем лучше впечатление пользователя размер экрана у данных смартфонов одинаков и равен 6,81 дюйм оба устройства имеют фирменное противоударное стекло тонкое легкое и может выдерживать высокую степень внешнего воздействия но у обоих нет панели и ps то есть переключение в плоскости технологии используемой для lcd дисплеев главное свойство и ps способность демонстрировать стабильную картинку под разным углом для особых любителей смартфонов отметим что у xiaomi mi 11 pro xiaomi mi 11 ultra отсутствует сапфировое стекло дисплея сапфировое стекло является чрезвычайно прочный материал который уступает только алмазу по твердости скорость центрального процессора показывает сколько циклов обработки в секунду может выполнять процессор учитывая все его ядра процессоры она рассчитывается путем сложения тактовых частот каждого ядра или в случае многоядерных процессоров каждой группы ядер по скорости центрального процессора оба устройства равны оперативная память у xiaomi mi 11 pro xiaomi mi 11 ultra составляет 12 гигабайт у них нет слота для карт памяти так что вы не можете либо расширить внутреннюю память с доступными модулями памяти и не можете легко извлечь с карты памяти данные такие как фотографии и прочее встроенная память это встроенное пространство для хранения в устройстве системных данных приложений и пользовательских данных благодаря большому объему внутренней памяти вы можете сохранять больше файлов и приложений на вашем устройстве по встроенной памяти выигрывает xiaomi mi 11 ultra превышает встроенную память xiaomi mi 11 pro в два раза важный факт из-за которого обоим смартфоном плюс это имеют технологию trust zone то есть обеспечение безопасности устройства при использовании таких функций как мобильные платежи и потокового видео с помощью технологии управления цифровыми правами а с помощью in x bit xiaomi mi 11 pro xiaomi mi 11 ultra могут защитить своих пользователей от вирусных атак более высокое число мегапикселей означает что камера способна захватывать больше деталей по мегапикселям основной камеры выигрывает xiaomi mi 11 ultra фронтальная камера у них равна имеют двухцветную светодиодную вспышку двухцветная светодиодная вспышка состоит из нескольких светодиодов с разной цветовой температурой которые обеспечивают наилучший цветовой баланс на фото и видео поддерживают замедленную видеосъемку в зависимости от возможностей камеры частота кадров для замедленного видео варьируется от 60 до 960 кадров в секунду у обоих устройств нет радио емкость аккумулятора равна 5000 миллиампер час чем больше заряд аккумулятора тем дольше срок службы батареи в данном случае емкость аккумулятора у смартфонов равна имеют беспроводную зарядку производитель предлагает брендовый комплект беспроводной зарядки чтобы зарядить устройство вам нужно всего лишь положить его на зарядную панель скорость загрузки обоих смартфонов равна 7500 мегабит в секунду максимальную скорость передачи данных с которой устройство может получить доступ к онлайн контенту имеют nfk простыми словами коммуникации ближнего поля позволяет производить транзакции например платежи xiaomi mi 11 pro xiaomi mi 11 ультра имеют сканер отпечатка пальца поддерживают беспроводную технологию 5g мобильная сеть пятого поколения обеспечивает более высокие скорости и меньшую задержку в передаче чем предыдущая сеть четвертого поколения версия usb у xiaomi mi 11 pro 2 xiaomi mi 11 ультра 3 более новые версии usb работают быстрее имеют лучшее управление энергопотреблением поддерживают java java это язык программирования позволяющий разработчикам приложений запускать код java на всех совместимых платформах без необходимости компиляции кода на этом все надеемся что наш краткий обзор вам понравился не забудьте поставить лайк полезные ссылки оставили для вас в описании под видео и в комментариях и а но Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok